В предыдущих своих видеороликах я уже говорил о разных сценариях, которые могут сложиться. В том числе, хотел бы более подробно остановиться на сценарии, который может запустить тот же Саакашвили и его политические сторонники. Сегодня мы видим вас, поскольку Порошенко, его политическая сила и тот же Народный фронт, и БПП «Солидарность», и его клан, по сути, утратили легитимность как таковую в стране. То есть поддержка Народного фронта и лидера Яценюка находится где-то на уровне 1%, то есть это ниже Плинтуса. Если брать того же Порошенко, его поддержка находится на уровне где-то 5% реально. Также его политическая сила уничтожен полностью, удар практически эта партия уже не существует. Вместе с Кличко, поэтому говорить о том, что Кличко может стать политическим лидером, это по крайней мере смешно, потому что этот человек абсолютно не способный к организованной интеллектуально-умственной деятельности и не способный думать к думанию как к таковому. То есть это просто сплошной фейк. Есть, скажем, такие фейки в виде певцов, как нам предлагают, этого же Выкорчука, да, я его называю блюдцем, да, то Кличко это, скажем так, боксерский фейк, хорошо просто срежиссированный, постановочно сделанный, вот, раскручиваемый специальными пиар-менеджерами, которые подбирают ему соответствующие пиар-ходы, для того, чтобы держать его в центре внимания толпы охлов, которые бы, карнавального социума, которые бы его поддерживала, им восхищалось, но абсолютно не способны к сколько-нибудь организованной, творческой, менеджерской работе, для того, чтобы достигать высокого результата по реорганизации существующего производственного, социального, экономического, финансового пространства. Вот, ну и тогда возникает вопрос, как, например, тот же Саакашвили может воспользоваться ситуацией, когда практически страна является банкротом, а без внешних вливаний государство функционировать не может, об этом заявляли многие первые лица, в том числе в Министерстве финансов, что ей нужны деньги Международного валютного фонда, да и Порошенко там на коленях стоял перед Лагартом в Давосе, прыгал как щенок вокруг ее ног, вот, и просил денег. Естественно, что с МВФ уже эта программа потерпела крах существующая, поэтому они говорят о том, что надо делать новую программу, еще более жесткую, еще более эксплуататорскую, и антиукраинскую, чем все предыдущие. Естественно, что никакого роста ВВП нету, то, что Гройсман там сказки рассказывает, что это все просто манипуляция с цифрами, и с тем, что подняли день заработной платы просто неумеренно и непозволительно разным государственным чиновникам, бюрократии, бюджетникам, особенно полицейско-карательным органам, они получают десятки, даже сотни тысяч гривен сегодня незаработанных, которые оторвали украинцев и забрали, типа, изъяли, конфисковали, типа, забрали в государственный бюджет, который все равно является дефицитным. То есть денег, как таковых, нет. Поэтому надо выплатить только в этом году порядка где-то до 9 миллиардов долларов, выплатить их ни с чего. Естественно, что данная модель, то есть тогда будет обвал гривни, девальвация, инфляция, поднятие всех импортных цен. Это, естественно, нефтепродукты, это, естественно, все продукты, импортные питания, все импортные средства производства, все предметы длительного пользования и так далее, и так далее, и так далее, потому что они все привязаны именно к контракту, заключенные в свободно конвертируемой валюте. Это надо понимать, и никакого другого варианта существовать в данном случае не может. то как же могут развиваться события на фоне финансо-экономического краха? Я думаю, что вот в данном случае как раз группа Саакашвили, она является тем тараном, который может сбить как раз диктатуру Порошенко. Ну, например, такой вариант, что в одной из воскресеньев, когда опять Саакашвили объявит о том, что надо проводить мероприятие по отставке Порошенко, выйдет где-то 20-30, например, тысяч таких высокоорганизованных людей, может даже больше, вот они спокойно, скажем, в воскресенье, например, перекроют правительственный квартал, то есть это Национальный банк, где находится правительство, Верховный совет, тот же президентская администрация, и в понедельник работники этих структур, бюрократия, не сможет туда зайти, в эти здания. Вот что тогда произойдет? Применить силу против них? Ну, это будет кровавая сила, то есть это начнутся кровавые столкновения, это будут убийства, это людей покалечат. Значит, вот, если попытаются водометы применить, или оружие, или этот газ распылить, то тогда надо учитывать, что будет адекватный ответ, у людей на руках находятся миллионы единиц оружия, и они могут соответствующим образом осуществить тем, кто их подвергнет насилию, дать, как бы, применить такую же силу. Тем более, что по пятой статье Конституции народ имеет право полное делать, считая, что произошла узурпация власти, поскольку в Верховном Совете нет сегодня правящего большинства, Конституция нарушена, сегодня даже официально всего лишь 217 человек входит в ту же правящую коалицию, должно быть 226. Сегодня президент Украины тоже является нелегитимным, поскольку была нарушена Конституция, выборы должны были президента состояться следующие в марте 2015 года, они не состоялись, а, как известно, легитимно Янукович не был устранен от власти, то есть сегодня фактически президент не является легитимным, сегодня правительство Гройсмана не является легитимным, они усрупаторы, они создали фактически антиконституционные клики, и поэтому они должны быть устранены от власти, или любым путем, и поэтому, конечно, Саакашвили, которому терять нечего, он может пойти на такие действия, и потом проводятся разъяснительные беседы с теми же работниками, им рекомендуется, что им не надо идти на эту работу, что их все равно не пустят, что с ними может быть какие-то конфликты, что им лучше вернуться домой, и так далее. И вот в течение недели, если эти органы будут парализованы, то, естественно, при этом Порошенко будет предложено уйти добровольно в отставку в соответствии с нормой Конституции, вот, и тогда произойдет вот такое изменение власти. Оно может происходить параллельно с переформатированием большинства в Верховном Совете и с формированием новой правящей коалиции, которая создаст новый кабинет министров. Ну и, естественно, будет тогда новая, как бы, коалиция обратится к тем же США, к Европейскому Союзу и предложит соответствующий план действий по дальнейшему функционированию Украины и тем шагам, которые должны быть предприняты. Вот может быть и такое развитие событий, его нельзя исключать.